Срочно в номер! Раскрыта главная тайна Красной планеты. Статья на Конте за 17 февраля 2020 года. Гамбит Эвепре. Все тайное рано или поздно становится явным. На картинке марсоход. Некоторое время назад в СМИ просочилась информация о секретном докладе группы ученых, изучающих Марс по заказу Пентагона. Исследователи говорят, что химический состав планеты превращает ее в настоящую сокровищницу. Они выяснили, что на поверхности безжизненной планеты содержится огромное количество химического вещества, используемого в качестве топлива для жидкостных ракетных двигателей, несимметричного диметилгидрозина. Эксперименты показывают, что ценное ракетное топливо создается на Марсе в результате естественного воздействия электрических полей, образованных магнитными бурями, а также из-за вихрей, известных как марсианские пульные дьяволы. Ученые смогли повторить химическую реакцию в лабораторных условиях, для чего изготовили газовую смесь, представляющую собой копию марсианской атмосферы, 95% углекислого газа, 2% азота, 2% аргона и 1% кислорода, добавили источник водорода и поваренной соли и подвергли полученную смесь воздействию мощных электрических полей, которые присутствуют внутри марсианских магнитных бурь и пыльных дьяволов. Гептил используется в американских ракетах-носителях семейства Титан, французских семейства Ариан, российских семейства Протон, в двигательных установках, пилотируемых кораблей, спутников, орбитальных и межпланетных станций, а также некоторых баллистических ракет. Данное топливо в промышленных объемах производят из диметиламина, являющегося крупнотоннажным продуктом органического синтеза, в две стадии через N-натрий-нитрозадиметиламин. При этом стоимость производства 1 литра топлива очень высока, варьируется от 2,5 до 3 долларов США. Угольная теплота сгорания УТС гептила составляет 96400 ккал на килограмм. Для сравнения, УТС дизельного топлива 10300 ккал на килограмм бензина, 10500 сжиженного газа 10800 ккал на килограмм. В корпорации SpaceX посчитали, что доставка топлива на Землю специальными космическими танкерами будет обходиться предельно дешево, так как основную часть стоимости транспортировки составляет стоимость горючего, а оно будет добываться на Марсе бесплатно и в неограниченных количествах. Теперь становится понятно, с какой целью в настоящее время в режиме строжайшей секретности в США, Польше, Прибалтике и на Украине ведется активное строительство гигантских терминалов для сжиженного газа, которые на самом деле в ближайшее время начнут осуществлять прием крупных партий марсианского сжиженного гептила. Страны, которые первыми смогут осуществить перевод своей промышленности, энергетики и транспорта на новый, высокоэффективный дешевый вид топлива, станут полностью энергонезависимыми и получат мощное конкурентное преимущество в экономической сфере. Кроме того, это позволит им перейти и к новым социальным стандартам, включающим бесплатные услуги ЖКХ, бесплатный общественный транспорт, бесплатное топливо на АЗС и, возможно, бесплатные спиртные напитки. Вместе с тем, использование гигантского марсианского топливного хранилища откроет для этих стран и безграничные возможности в деле освоения дальнего космоса. Ученые говорят о том, что, применяя марсианский гептил и используя технологии заправки и дозаправки в космосе, уже в ближайшие пять лет станет возможным полет к планете-двойнику Земли в системе Альфа-Центавра, который займет всего около полутора месяцев. Сообщается, что в настоящее время в Центре подготовки астронавтов в Гданьске к тренировкам к межгалактическому перелету уже приступил совместный латвийско-албанский экипаж. Итак, все говорит о том, что мы одной ногой стоим на пороге новой энергетической эры, шестого технологического уклада и начала эпохи стремительного освоения дальнего космоса. Фрэнсис Фукуяма явно погорячился, скоропарительно и легкомысленно объявив нам о конце истории последнем человеке. На самом деле, все только начинается. Гамбит Вепря специально для проекта Ньюспрайз. Дается ссылочка на источник. Гамбит Вепря. Срочно в номер. Раскрыта главная тайна Красной планеты.